добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о крещении в духе святом итак с точки зрения бога требования очень просты мы должны быть искупленными мы должны принять праведность по вере и мы должны принимать духа святого не на основании наших заслуг не на основании наших достижений нашей праведности святости выдающихся каких-то качеств и так далее мы должны принимать веры вообще если честно я не представляю себе ни одного аспекта христианской жизни который мог бы быть приобретен каким-то другим образом все что мы имеем все что мы получаем из реальных вещей от бога всегда приходит сверхъестественным образом всегда приходит таким образом что ты становишься перед выбором либо поверить и принять либо это просто пройдет мимо тебя я буквально вчера разговаривал с моим другом пастором и мы говорили о том что сегодня культура церкви радикальным образом изменилась изменилась не в лучшую сторону мы перестали быть христианами сверхъестественной церкви мы стали христианами говорящими мудрыми достойными меряющимися своей праведностью очень уважаемыми знаете как вот два этих пьяницы когда один идет а второй один идет держать за забор а второй ползет рядом и тот который ползет спрашивает идущего говорит ты уважаешь меня я горжусь тобой и мы похожи вы знаете церковь стала похожа вот на вот этих алкашей мы один хромает на оба колена другой мнит себя великим служителем третий не мнит себя уже он выше чем не знаю даже может апостол павел у нас небольшие церкви у нас небольшие приходы у нас не так много власти и силы но мы очень сильно осознаем себя важными мы перестали принимать верой культура церкви изменилась мы стали такой знаете говорящий церковью не церковью являющий а говорящий и это неплохо с какой-то стороны но с другой стороны люди и это достаточно серьезно видно начинают жаждать сверхъестественного почему сегодня популярны всевозможные служители которые занимаются родовыми проклятиями духовными какими-то вещами они популярны потому что есть спрос и они создают предложение если мы с вами возьмем и начнем принимать от бога то что он нам дает верой то сверхъестественная жизнь она активизирует дух святой начнет действовать более радикально более открыто нам просто нужно перестать бояться перестать бояться своей солидности потерять ее и начать делать божьи глупости молясь за больных провозглашая пророчески провозглашать и вещи которые дух святой через писание или может быть в откровении полагает ваше сердце не стесняйтесь это делать итак все что ожидает бог от нас чтобы мы приняли духа святого и силу духа святого и начали в этой силе двигаться это просто вера просто поверить я знаю что это бывает очень трудно но это единственный способ войти в сверхъестественное